Сегодня на библейском портале Экзегет мы начинаем рождественский синопсис. Синопсис евангельский – это объединение всех текстов по разным темам. Тема Рождества отражается в основном в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. Поэтому в основном будем использовать эти два текста. Но начнем мы с текста Евангелия от Иоанна, чтобы понять, что такое предвечное слово, которое воплотилось в нас ради человека и нашего ради спасения на земле. Евангелие от Иоанна начинается словами, которые читаются обычно на Пасху. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Слово – это божественный логос, второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, истинный Бог. «Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Бог Отец творит мир своим словом, логосом, то есть Сыном. И древние считали, что мир был сотворен десятью речениями Творца. И мы находим это в первой главе книги «Бытия». «И сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог». Бог Отец говорит своим словом, то есть Сыном. «Божье слово» – это творческое слово. Когда Бог говорит «да будет», то это возникает. Как сказал Господь, «да будет свет, и стал свет». Это слово обладает мощной творческой силой. Это не слово человека, слово Бога, оно всегда живо и действенно. И когда мы читаем Священное Писание, которое тоже есть слово Бога, мы ощущаем воздействие этой благодати и этой духовной силы на каждого читающего и слушающего слова этой книги. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Жизнь возникает из небытия. Бог творит тварный мир из небытия в бытие. Мир творится от избытка божественной любви лиц Святой Троицы по отношению друг ко другу. И от избытка божественной любви из небытия в бытие сотворяется весь тварный мир. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». Иоанн Креститель известен тем, что обычно пророки пророчествуют о разных событиях. Чаще они говорят о Христе, грядущем в этот мир. Но Иоанн – единственный пророк, о котором пророчествовали другие пророки. Он – предтеча Иисуса Христа, то есть тот, который идет перед Ним. Он рождается раньше Иисуса Христа, выходит на общественную проповедь раньше Иисуса Христа и погибает в результате мученической казни раньше Иисуса Христа. Сходит в ад и начинает проповедь в ааде раньше Иисуса Христа. Он во всем предваряет своего божественного Учителя. «Он, то есть Иоанн, пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Ни один человек не является источником света, поэтому здесь сказано об Иоанне Крестителе, который был больший из пророков, что он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Любой святой, он отражает свет Христа, как луна не является источником света, она отражает свет Солнца, и только в той мере, в какой свет Солнца падает на нее. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Это свет Святой Троицы. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Это свет божественного глагола, логоса слова, Сына Божия, который Сын Божий издревле говорил в пророках. Когда мы говорим о Святой Троице, мы говорим о том, что никогда не было времени, чтобы у Бога Отца не было бы Бога Сына, и чтобы у Бога Сына не было Бога Отца, ибо само Отцовство предполагает наличие Сына, само Сыновство предполагает наличие Отца, и они предвечно в общении любви в Духе Святом. «Пришел к Своим, и Свои его не приняли». Бог многоразлично и многообразно, как божественный логос, стучался в сердца еврейского народа. Он звучал в проповедях пророков, в проповеди боговица Моисея. В последнее время он воплотился на земле и жил среди нас 33 с половиной года. «Пришел к Своим, и Свои не приняли его», потому что еврейский народ в то время находился под оккупацией языческой, когда римские власти оккупировали Святую Землю, и евреи тогда ждали Мессию Христа как военного и политического лидера, который освободит их от рабства римского. Но Христос пришел в этот мир не для этого. Он пришел в этот мир для того, чтобы всех и самих римлян, и евреев, и эллинов, и варваров, и скифов освободить от власти греха, от власти страха смерти и от власти дьявола. «И тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». То есть через веру в Иисуса Христа нашего Господа мы становимся чадами Божьими, усыновляемся Богу Отцу и имеем дерзновение обращаться к Нему со словами молитвы, которые начинаются восклицанием Отче наш, которые не от крови, не от хотения плати, не от хотения мужа, но от Бога родились. Обращению ко Христу предшествует духовное рождение, о котором Христос говорил, кто не родится от воды и духа, тот не может войти в Царствие Божие. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Слово стало плотью. Эта тайна стала явной в день Святого Рождества. Но слово стало плотью и в сам день Благовещения, когда по вере Пресвятой Девы Марии действием Духа Святаго слово становится плотью в ее причистом лоне. Иоанн свидетельствует о нем «И восклицая говорит «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня». Сын Божий Он безначальный. И Иоанн Креститель признает его преимущества и его власть над собою. Сам Иоанн свидетельствует, что я не достоин нагнувшись развязать ремень обуви его. «Я крещу вас в воде», свидетельствует Иоанн, а он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И от полноты его, то есть от полноты логоса слова Христа, все мы приняли и благодать на благодать. Поистине Христос источник благодати. Христос принес нам жизнь, как сказано в Писании, и жизнь с избытком. Это не та куция жизнь, которая предлагается нам безбожниками. Живешь 50-60 лет, потом умрешь, вырастет лопух на могиле, будь доволен. Жизнь с избытком – это жизнь, которая, начавшись в этой временной жизни, не прекращается уже больше никогда. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истинно произошли через Иисуса Христа. Закон обвиняет, благодать оправдывает. Закон приговаривает, благодать милует. Это чудо Божие. И последний стих в этом прологе «Бога не видел никто никогда, единородный сын, сущий в недре отчим, он явил». Что могут означать эти слова? Даже ангелы не видели Бога. В Писании сказано, что ангелы крылами закрывали свои лики. Они боялись взирать на Бога, чтобы не принять за Бога то, что Богом не является. И когда Христос, воплощенный в лоне Пресвятой Девы, рождается в этот мир, это было откровение Бога о самом себе. И апостол Павел пишет, что это великое беспрекословие, благочестие тайна. Бог явился воплоти, проповедан в народе, показал себя ангелом. Даже ангелы, взирая на рожденного Вифлееми, постигали Бога. От Вифлеема до Голгофы. От Вифлеема до Воскресения и Вознесения. Сын Божий раскрывал характер Бога Отца, показывал подлинное намерение Бога Отца относительно всего творения. Как Христос и говорит, видевший меня видел Отца. Матфея Теперь мы открываем Евангелие от Матфея, родословие Иисуса Христа. Надо сказать, что в Библии в Новом Завете есть два родословия Сына Божия. Это по тексту Евангелия от Матфея и по тексту Евангелия от Луки. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Почему Христос называется сначала сыном Давидовым? Матфей писал это святое благовествование, как учит отец церковной истории Евсевий Кисарийский для лиц еврейской национальности. И для них очень важно было показать, что Христос истинный потомок Давида. Родословие, помещенное в Евангелие от Матфея, оно оканчивается Иосифом, обручником Девы Марии, который, усыновив Христа в наречении его имени, сообщил ему права своего родословия, как Иаков, патриарх, усыновив детей Иосифа, своего сына Манасио Ефрема, сообщил им права своих сыновей и ввел в 12 колен своих чад. Происхождение Христа от Давида – это есть основополагающий момент в родословии, потому что Давиду Господь говорил, что престол его никогда не оскудеет. Мы знаем, что разные перипетии евреи потеряли царскую власть, и когда Христос рождается, он рождается тогда, когда над евреями царем становится нееврей, Ирод великий, который был эдуменянин. Как же пророчество о том, то, что знал Давид и Соломон, что на престоле их не оскудеет потомок по плоти Христос потомок Давида, по усыновлению через Иосифа потомок Соломона и всех царей из дома Иудина. И когда Христос рождается в этот мир, потом возносится на небо и выседает на трон одесную Бога Отца, исполняется это пророчество, что всегда на троне будет потомок Давида по плоти. Родословие Иисуса Христа сына Давидова сына Авраамова Сначала Христос назван сыном Давидовым, но мы знаем, что Давид происходит от Авраама. Почему после того, как он назван сыном Давидовым, он назван еще и сыном Авраамовым? Когда древние читали это родословие и вот эти слова сын Давидов, сын Авраамов, они задавались вопросом, какой сын Давида имеется в виду, какой сын Авраамов имеется в виду. У восточных людей немножко другая логика. И отвечая на вопрос, какой сын Давидов имеется в виду, они указывали на Соломона. А что сделал Соломон? Он построил храм, первый на планете, посвященный имени Божьему. Таким образом, Соломон, построивший храм, является иконой Иисуса Христа, ибо Христос, как мы читаем в 16 главе Евангелия от Матфея, создал свою церковь, духовный храм, состоящий из живых душ, верующих в него. Сын Авраамов, какой сын Авраама имеется в виду? И древние говорили, конечно же, Исаак, ибо Аврааму было сказано, в Исааке тебе наречется семя. Какой самый важный момент в жизни Исаака? Путы Исаака, жертвоприношения Исаака, когда Авраам путами связал Исаака и возложил его на жертвенник. И когда Авраам уже хотел принести жертву Исаака и поднял каменный жертвенный нож, внезапно ангел Божий остановил его руку и сказал, не причиняй вреда отроку. И Господь сказал, «Ягве Ире» «Бог усмотрит жертву, Бог усмотрит агнца». И когда Иоанн Креститель увидел на Иордане Христа, он вспомнил это событие и эти слова, и указав перстом на Христа, он сказал, «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Далее мы читаем, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фореса и Зару от Фамари, Форес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваоза родил Авида от Руфи, Авид родил Исея, Исей родил Давида царя, Давид царь родил Саламона от бывшей Заурию и так далее. Это родословие читается в Сочельник накануне праздника Рождества Христова. И по этому родословию возникает несколько вопросов. Прежде всего святые отцы задают вопрос почему в родословии есть имена четырех женщин, которые допустили сексуальную нечистоту или были близки к этому состоянию. Второй вопрос зачем родословие разделено на три части. 17 стих первой главы и так всех родов от Авраама до Давида 14 родов и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Следующий вопрос это вопрос связанный с тем, что означает число 14 и почему Матфей когда говорит о 14 родах в одном случае он умалчивает имена трех царей в другом случае он говорит 14 где на самом деле 13 в последнем счету после Вавилонского пленения и вопрос кто же 14 в последнем ряду есть еще много вопросов по родословию но мы рассмотрим хотя бы эти итак первый вопрос зачем Матфей помещает в родословии женские имена это Фомарь грех кровосмешения с тестем с патриархом Иудой это Рахав блудница из Ирихона нееврейка хананьянка это Руф нееврейка мавитянка в законе Божьем в книге второзакония сказано мавитянин и в десятом поколении не войдет в народ Божий она прабабка царя Давида и бывшая Заури имя которое даже не называется это Версавия Батшева по-еврейски дочь клятвы мать царя Соломона при любодеянии при живом муже Зачем Матфей помещает такие сложные имена судьбы в родословие Сына Божия Почему здесь нету имени праведной Сары Рахиль Лии Это надо очень хорошо знать древнее родословие чтобы подобрать такие сложные имена Матфей это делает сознательно Он хочет показать что не так все просто в родословии Мессии в его родословии есть мавитяне хананиани есть праведные есть грешные люди ибо Христос пришел в этот мир спасать не праведных а грешных и каждая из этих женщин они состоялись в благодати Божьего прощения и они являются праматерями Иисуса Христа по плоти по прямой и следующий вопрос зачем Матфей разделил родословие на три части он это сделал для того чтобы раз и навсегда мы поняли как пишет Златоуст что с переменой правления люди лучше не становятся люди грешили и от Авраама до Давида это община родовой или патриархальный период в истории еврейского народа люди грешили от Давида до Вавилона это монархический царский период в истории еврейского народа люди грешили от Вавилона до Христа период двукратий трикратий или как бы сейчас сказали политического плюрализма с переменой правления люди лучше не становятся источником нашего обновления является только сын Божий поэтому мы не должны надеяться на князя на сына человеческого в них нету спасения спасения во Христе и со Христом и следующий вопрос почему сказано что от Вавилона до Христа 14 родов находим только 13 имен 14 является сам Христос в своем родословии он настолько соединился с нами что по человечеству он выходит из своего родословия по божеству неслиянно входит в него и мы исповедуем Господа Иисуса Христа о двух естествах как истинного Бога и истинного человека как истинный Бог он единосущен Богу Отцу как истинный человек он единосущен каждому человеку живущему на земле независимо от его религии нации цвета кожи как пишет Григорий Низкий после Бога воплощения он стал нашим сателестником это и есть величайшая тайна Рождества Христова он является в этот мир как пишет апостол Павел подобный нам во всем кроме греха как я уже сказал мы имеем два родословия это в Евангелии от Матфея и родословия в Евангелии от Луки в Евангелии от Луки это третья глава с 23 по 38 стих в этом родословии тоже содержатся удивительные духовные тайны оно начинается словами Иисус начиная свое служение был лет 30 и был как думали сын Иосифов Илеев Матфатов Левин Мелхиев Ионаев Иосифов и так далее и оканчивается Каинанов Арфаксадов Симов Ноев Ламехов Мафусалов Енохов Иоредов Малалейлов Каинанов Еносов Сифов Адамов Божий Если родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея идет по нисходящей от Авраама ко Христу то в Евангелии от Луки по восходящей от Иисуса до первого человека и до Бога Адамов и Божий В этом родословии 77 имен включая имя самого Господа Иисуса А теперь давайте вспомним что в книге Бытия рассказывается о Ламехе который совершил грех двойного убийства мужа и отрока и он каялся со смирением перед своими женами Адой и Цилой и он сказал что за его грех возмездие будет в 77 поколении на это обращают внимание Иларий Пиктовийский и Блаженный Августин и действительно так как в одни Ламеха еще был жив Адам от Адама до Христа 77 поколений то есть Ламех через покаяние обрел пророческий дух ему было показано что в 77 поколении от Адама явится тот который будет искуплением за грехи всего мира помните когда Петр спрашивал сколько раз прощать брату до 7 ли раз Христос говорит не говорю тебе до 7 но говорю тебе до 77 раз что означает это число одни из толкователей говорят что это неопределенное число прощай всегда но другие из толкователей говорят нет Христос указал именно на это что он 77 от Адама то есть Христос как бы сказал Петру я простил всех от Адама до этих дней почему же ты меня спрашиваешь сколько раз прощать брату я простил всех от первого человека до настоящего времени почему же ты как бы торгуешься до 7 ли раз таким образом в двух родословиях содержатся великие духовные тайны и нам не хватит времени чтобы говорить о всех этих тайнах мы касаемся только некоторых из них итак сегодня мы провели первую беседу по рождественскому синопсису эти беседы будут помогать вам входить в день славного Рождества Христова Христос рождается славите христос 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 христос